На задворках цивилизации так характеризуют свое положение жители еще одного южно-казахстанского поселения. В микрорайоне Утрар, что в городе Арысь, жалуются на масштабные проблемы в быту. Два года назад сбоем горожанам удалось добиться от местной власти установки трансформатора. Однако в сотнях квартир до сих пор приходится к вечеру зажигать свечи, потому что на всех не хватает напряжения. И это не единственная проблема о том, как выживают в Арысе Екатерина Попкова. Невыносимые условия жизни заставили этих людей выйти на улицу. Жители микрорайона Утрар жалуются. Живем, как в средневековье. Нет ни воды, ни дорог, а напряжение в сети такое, что бытовая техника не включается. Я вообще холодильник не подключаю. У меня самый конечный дом, у меня вообще смеславие. Требовать от местных властей, решить проблему с электроснабжением утраровцы начали еще в 2008 году. Через три года деньги все-таки выделили. Один миллион триста пятьдесят тысяч тенге. На эти средства установили трансформаторы и несколько бетонных опор. Правда, проводить электричество в дома жителям пришлось своими силами. А здесь кто на что гораст. Эта электропередача я вот подключил к сараю. Она висит. Здесь ходят дети. Может, любое время обгадывают. Каждый дом сам покупал столбы, сам покупал вот это. Провода покупали сами. От десяти до тридцати тысяч тенге, каждая семья на это раскачелилась. Но все равно у нас проблемы остаются. Когда дождь, ветер, у нас, так как провода висят друг на друга, мы остаемся без света. Остаются люди не только без света. Это единственный источник воды для многих семей. Те, кто состоятельнее, прорубили скважины. Другие вынуждены покупать воду по три тысячи тенге за два куба. Многодетная мать Бесинкуль Салахиева жалуется. От такой воды ее дети стали чаще болеть. У моих детей постоянно животы болят. У них у всех бронхит, кашель. Врачи говорят, что из-за качества воды. А что я сделаю? Другой у нас нет. В Акимате города Арысь на шквал народного гнева отвечает. Скоро жизнь в микрорайоне наладится. По их словам, проблема у атераровцев, а вместе с ними и жители микрорайона Фонтустык и Наурыз, закончатся уже в следующем году. Сейчас ждут финансирования из областного бюджета. По новому проекту подстанции будут. Отдельно подстанции будут. И каждые там столбы, опоры, линии будут поставиться. По водой проблемы нету там. Дороги, по моему, что мы туда дали предложение, все документы туда дали на отдел средства. Это вопрос на следующий год финансирования будет. Жители такие прогнозы не могут не нарадовать. Но вместе с тем они признаются, что эта зима вновь испытает их на прочность. С приходом дождей и морозов они вновь лишатся электричества и воды. А вокруг их домов образуется непроходимое болото. Катерина Попкова, Ербул Атабишев, Нурмахан Бекмуратов, Южно-Казахстанская область.